Как вывести из себя Марию Ивановну? Смотри в нашем новом шутливом видео новую подборку веселых школьных пранков, которые не стоит повторять в реальной школе. Мы решили устроить настоящий цирк на уроке. Подкладываем учительнице гирлянду из платков. Связываем между собой много разноцветных тканевых лоскутов. И складываем в сумку. Марья Ивановна тянется за носовым платком в сумку и вытягивает целый канат. Браво, браво, это же настоящий фокус! Марье Ивановне можно выступать в цирке. Хотите настоящий фокус? Пожалуйста. Марья Ивановна может остановить время. Пока девочки замерли, она обвязывает все предметы на столе леской. Включая самих девочек. Очнувшись, подруги еле выпутываются из сетей коварной учительницы. Наша Марья Ивановна сама как настоящий паук. Учительница может запутать не только девочек. Испытание не для слабонервных. Распутать наушники. Нам понадобится одна пара обычных наушников и много неработающих наушников с проводами одного цвета. От неисправных наушников отрезаем динамики. И приклеиваем неработающие штекеры к месту соединения динамиков из штекера исправных наушников. Место склеивания маскируем узлами. Синеглазка вынимает из рюкзака клубок наушников. О нет, как их можно было так запутать? Это какое-то наказание. Теперь начинается настоящая лотерея. Какой штекер рабочий? С Марией Ивановной шутки плохи, поэтому будем шутить над соседкой по парте. Я подложу ей заклеенную бутылку. Пустую бутылку от воды кладем на бок. Полностью заклеиваем горлышко термоклеем слой за слоем. На дне бутылки с помощью клеевого пистолета делаем небольшое отверстие. Через него наполняем бутылку водой с помощью шприца. Заклеиваем отверстие термоклеем. Синеглазка хочет сделать глоток, но горлышко бутылки запаяно. Она пытается пробить его ножницами, но все бесполезно. Доступ к водным ресурсам на этом уроке перекрыт. Я тоже не останусь в долгу. Подложу подруге маркер с сюрпризом. В колпачок от маркера всыпаем муку. Надеваем колпачок. Ружуля открывает маркер и на нее высыпается мука. Маркер не пишет. А руки выглядят так, будто вместо урока я пекла булочки. Ружуля тянется за салфетками в рюкзак, но вместо бумажных салфеток вынимает оттуда сено. Набиваем рюкзак сеном. Его можно купить в зоомагазине. Что происходит? Почему мой рюкзак выглядит так, словно он участвовал в выставке сельского хозяйства? Хорошо еще, что подруга не подложила внутрь барашка или кролика. Марья Ивановна хочет упорядочить документы, но, похоже, файлы в папке закрылись на обед. С открытой стороны заворачиваем файл в пергаментную бумагу. Проглаживаем утюжком для волос. Файл склеивается, и его невозможно раскрыть. Учительница напрасно пытается открыть файл. Когда ее терпение подходит к концу, она просто выбрасывает испорченный файл и объявляет войну. Ее оружие – арбалет. Прячься, кто может. Нам понадобится четыре карандаша одинаковой длины. Связываем по два карандаша резинками. Скрепляем связанные карандаши крест-накрест. Сверху привязываем пустой корпус от ручки без наконечника. Позади корпуса прикрепляем канцелярский зажим. К горизонтальной паре карандашей привязываем резинку таким образом, чтобы получилась тетива. Ее середину соединяем кусочком скотча. Натягиваем тетиву и захватываем ее зажимом. Корпус ручки вставляем в стержень. Марья Ивановна выходит на тропу войны. Она отпускает тетиву арбалета и выпускает снаряд. Он летит прямо в учениц. Воздушная атака парты. Камень, ножницы, бумага – следующий пранк мой. Выигрывается неглазка. Ей везет. Она вытирает доску и рисует на ней корону и надпись королевы Инстаграма. Марья Ивановна садится на место, как удачно. Она идеально вписывается в кадр. Мы фотографируем ее с короной на голове. Это фото точно соберет сотни лайков. А вот сама Марья Ивановна никак не поймет, почему на нее так все смотрят. Настоящая звезда Инстаграма должна блестеть. Добавим немного блеска нашей учительницы. Мы подходим к Марье Ивановне, брызгаем на нее из пульверизатора и посыпаем блестками. Ну вот, теперь она точно звезда. У нас появилась новая учительница – Генриетта Леопольдовна. Это просто божий одуванчик. Жаль, она не знает, каким ученицам она попала. Но сейчас мы быстро покажем ей, кто здесь главный. Для начала улучшим вкус ее кофе. В чашку с кофе бросаем любую шипучую таблетку. Чтобы пены было больше, можно положить сразу несколько штук. Ловко забрасываем шипучку прямо в чашку. Ох, сейчас начнется извержение вулкана. Генриетта Леопольдовна в недоумении. Что происходит? Я преподаю математику, а не химию. Что за химические эксперименты? Она использует массу салфеток, чтобы убрать следы неизвестной реакции. Что ж, выпьет кофе в другой раз. Пока Генриетта Леопольдовна вышла за тряпкой, мы подкладываем ей маленьких друзей. Паучки, выходите на прогулку. От старой черной перчатки отрезаем один палец. Набиваем его ватой. Склеиваем края. На белой бумаге рисуем глазки и цифру один. Вырезаем и приклеиваем на корпус. Зубочистку надламываем и раскрашиваем черным маркером. Приклеиваем шесть таких лапок с двух сторон к туловищу паука. Таким же образом делаем пауков с цифрами 2, 4 и 5. Учительница возвращается. Она не глядя берет мел. Но вместо этого у нее в руке оказывается паук. О боже, еще один. И еще. А это что? Ага, они пронумерованы. Этот номер 4. Где же остальные? Ей еще есть первый, второй и пятый. А куда подевался третий? Его нет ни под столом, ни за доской. Может он учится в другом классе? Или заполз мне в волосы? Фух, там ничего. Генриэта Леопольдовна уже победила свою арахнофобию. Как тут ей на голову спускается еще один огромный паук. Мамочки! На отрезке черной ткани мелом обводим большой круг. Делаем две такие детали. Вырезаем два полукруга. Из этой же ткани делаем восемь одинаковых полос. Приклеиваем по четыре полоски с каждой стороны большого круга. Сверху приклеиваем второй черный круг. Оставляем небольшое отверстие, чтобы наполнить туловище ватой. Аналогично делаем голову паука из двух полукругов. Из светлой ткани делаем глазки. На концах лапок завязываем узлы. Из пальца старой перчатки делаем носик. Учительница подскакивает и бежит прочь из класса. Учить пауков я не договаривалась. Нет, Марья Ивановна, разбирайтесь со своим классом сами. Ну вы у меня попляшете. Нашу Марью Ивановну пауками так легко не напугаешь. Она отертый калач и заслуженный педагог. После своих учеников она уже не боится никаких пауков. Марья Ивановна сама не прочь подшутить над учениками. Сейчас она им сделает зарядку для глаз и для нервов. Распечатанную картинку с оптической иллюзией приклеиваем на разворот тетради. На следующий разворот приклеиваем другую иллюзию. Учительница раздает девочкам тетради. Рыжуля открывает свою и впадает в транс. У нее перед глазами все кружится. Может, Марья Ивановна решила загипнотизировать учеников и внушить им знания? А синяя глазка замечает жутких пауков на столе. Вырезаем распечатанное изображение пауков. Наклеиваем их на ленту толстого прозрачного скотча. Приклеиваем пауков на стол. Ай, идите прочь, гаденыши! Фух, к счастью, это всего лишь наклейки на парте. Марья Ивановна, вам это с рук не сойдет. Понравились наши школьные пранки? Тогда скорее пиши в комментариях, как ты разыграешь друзей в школе. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые пранковые идеи.